Израильские военные показали, как уничтожают подземные тоннели Хамас. По данным Цахала, уже уничтожено 130 шахт. В них военные находили запасы воды и кислородное оборудование. Это указывает на подготовку террористов к длительному пребыванию в тоннелях. Благодаря точным ударам по подземной инфраструктуре Хамас были также ликвидированы полевые командиры террористов на уровне батальонов и бригад. Отмечают израильские военные. Армия обороны Израиля окружила город Газа и ведет операцию на его улицах. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху. При этом лидер боевиков группировки Хамас, Яхья Синвар, окружен в бункере. По словам главы южного командования армии Израиля, бои непосредственно в Газе идут впервые за десятилетия. Он назвал район действий сердцем террора, а министр обороны Израиля Юав Галант назвал Газу крупнейшей когда-либо построенной террористической базой. Израиль не собирается оккупировать сектор Газа после ликвидации террористов Хамас. Однако Цахал будет контролировать безопасность в регионе. Об этом заявил старший советник премьер-министра Бенемина Нетаньяху Марк Регев. По его словам, такой контроль поможет избежать возрождения терроризма в регионе и предотвратить повторение нападения. Он также подчеркнул, что присутствие израильских военных не будет означать управление жителями сектора Газа. Я думаю, после войны мы могли бы въезжать и выезжать по мере необходимости, чтобы справиться с ситуацией с безопасностью. Мы не говорим о какой-либо длительной оккупации сектора Газа. Мы заинтересованы в создании новых рамок, в которых жители Газа смогут управлять собой. И может быть оказана международная поддержка восстановления Газа. Надеюсь, мы сможем привлечь страны, в том числе и арабские страны, для восстановления демилитаризованной Газы после Хамас. Мы не можем разрешить Хамас управлять Газой, потому что это приведет к повторению трагедии 7 октября. Палестинский народ не может быть вытеснен из Газы. И, наконец, нужна такая система управления, которая объединит Западный берег и Газу. Энтони Блинкен, государственный секретарь США. Напомню, вчера был месяц дня нападения террористов Хамас на Израиль. 7 октября боевики ворвались в еврейские поселения, которые граничат с сектором Газа. Убили 1400 человек и взяли в заложники более 200, после чего Израиль объявила о начале войны. Накануне в Тель-Авиве минутой молчания почтили память жертв нападений Хамас. Израиль не собирается прекращать огонь в секторе Газа до тех пор, пока боевики Хамаса не освободят заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Нитаньяху. Отвечая на вопрос журналистов, будут ли гуманитарные паузы в боевых действиях, Нитаньяху заявил, что всеобщего прекращения огня в Газе не будет. При этом небольшие тактические паузы, чтобы заехали гуманитарные грузы, были, есть и будут. Италия направит в сектор Газа корабль госпиталь. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крузетто. По словам главы Минобороны, на борту будет экипаж из 170 человек, 30 из которых прошли подготовку по оказанию экстренной медицинской помощи. Министр обороны отметил, что согласно договоренности с палестинцами, корабль прибудет в порт Газа. Ну, эту тему более подробно обсудим с дипломатом, экс-послом Израиля в России Аркадий Милман. С нами на связи Аркадий. Здравствуйте, рады приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в свою очередь, очень много важной информации сообщили касательно Израиля, касательно террористической атаки 7 октября Газы по Израилю. Хамас. Террористической атаки Хамасом по Израилю. Но, в свою очередь, насколько сейчас вероятно то, что все террористы Хамас будут ликвидированы, либо же, насколько вероятно то, что они сложат оружие, отдадут всех заложников, и этот конфликт перерастет уже, не знаю, как юридическим языком это правильно называется, но когда идет уже полная ликвидация террористического режима и уже, не знаю, интеграция в мирную жизнь, давайте так назовем. До интеграции в мирную жизнь еще пройдет немало времени, потому что уничтожение вот этих гнезд террора и этих террористов – это довольно сложная продолжительная работа, которую выполняют сейчас офицеры, солдаты армии обороны Израиля, и эти действия еще продлятся. Мы должны понимать, что это не конвенциональная война между двумя армиями, у каждой из которых есть, скажем так, своя мотивация для этой борьбы. Речь идет о войне между армией демократического государства на Ближнем Востоке против террористической организации, которая держала в терроре свое население и напала просто террором на наше население, на приграничные поселения, которые были сектором газа. Это совершенно другая борьба. Второй момент. Эта террористическая организация для того, чтобы себя огородить, спасти и так далее, она употребляет живой щит. Это женщины, дети, мирные граждане. И эта террористическая организация построила подземный город, бункеры, специальные коридоры, там сотни километров, кстати, от этого. Склады оружия, центры управления военными действиями, террористовыми действиями. Это очень сложно. Это не бой между двумя армии, а именно с террористами, что представляет сложности в тактическом и в стратегическом плане. Вот сейчас идёт зачистка. Это говорит о чём? Что там, где находятся эти гнёзда, их выискивают, их уничтожают. Есть определённый разведданный. Есть бомбардировка с неба, с моря. Есть заход инженерных войск. Требуется уничтожить все вот эти бункеры, которые находятся в подвалах или находятся значительно глубже в специальных вот этих бункерах. Это борьба и уничтожение небольших группок, которые пытаются вести борьбу, подрывать, которые продолжают минировать кое-какие дома, ещё кое-какие дороги. Это длительная борьба, потому что их всех отловить, это возьмёт очень много времени. Это не, скажем так, опять же, это не что-то, что, скажем так, мы по всей России будем брать в плен. Мы будем их уничтожать, потому что нет смысла их держать в плену. Это не люди. И поэтому нет другого выхода, как их просто уничтожить. Нету просто другого выхода. Скажите, Аркадий, даже если, допустим, по планах Израиля полностью уничтожить Хамас, есть ли вероятность, что возникнет другая террористическая организация, даже она будет называться, возможно, по-другому, если это ликвидируется? Я к чему? Я о палестинцах как таковых, потому что много мы сейчас видим, неоднозначная всё-таки реакция, скажем так, в мире разных людей, особенно, естественно, арабского мира, который живёт в Европе, Америке и так далее. Они все выступают на стороне якобы палестинцев, хотя в то же время очевидно, что таким образом они не поддерживают, что Израиль имеет право защищаться от террористической организации Хамаса. Так вот, палестинцы — это то же самое, что Хамас. Много ли там людей, которые поддерживают это движение террористическое, либо же палестинцы являются заложниками террористической организации Хамас, хотели бы жить мирно, спокойно, и чтобы их... Ну, мы же понимаем, что Хамас — это возникло как политическое, да, сначала движение, и во что-то переросло потом. Вот, собственно, есть и вероятность, что возникнет другое, потому что мы должны понимать, а кто являются этими самыми палестинцами, чего они хотят, вот что будет после этой войны, скажем так. Одно уточнение очень важное. Хамас не возник как политическое движение. Он в первую очередь возник как террористическая организация. А потом для продвижения своих целей было создано так называемое политическое крыло. Это очень важное, скажем, отличие от каких-то других политических сил. Второй момент. Я приведу вам данные опросы, которые были опубликованы, вы не поверите. 6 октября в пятницу арабским институтом, который делал опрос общественного мнения, и что этот опрос общественного мнения показал? Он показал, что 67% жителей сектора газа недовольны тем, как управляется сектор газотеррористической организации «Хамас». Что лишний раз подтверждает наш тезис, что жители Газы находились тоже заложниками в руках «Хамаса», который тоже террором управлял этими жителями. Второй момент, который очень важен. Сама по себе идея терроризма, она не исчезнет. Это идеология. Мы можем уничтожить только этих террористов, военную инфраструктуру, и дальше палестинцы должны будут решать, что они хотят делать. Существует проблема. Это только 67%. А что с остальными? 33%. Там есть те, кто поддерживает этот «Хамас», и те, кто является их сторонниками. И, кстати, когда было нападение, зверское нападение 7 октября, первая волна — это были вот эти террористы, подразделения «Нухба» Хамаса, а затем пошли чернь, и по-другому не могу это сказать, и мразь, которая в Шлёпанцах пришла насиловать с топорами, с ножами, с кувалдами наших женщин, убивать детей, сжигать, воровать и так далее. Вот эту чернь, конечно, это те, кто сторонники Хамаса. С ними должно быть совершенно другое решение, потому что эти люди дальше будут заниматься террором. Саму эту идеологию мы уничтожить не можем, потому что есть ещё много других террористических организаций. Но мы можем обеспечить себе безопасную жизнь, если мы уничтожим этих террористов. Затем надо будет решать, каким образом дальше этот сектор газы будет управляться. На мой взгляд, самое лучшее решение – это ввод, скажем так, межнационального контингента, в котором будут американские солдаты, солдаты, офицеры, арабский стран, с которыми у нас мирные договора, Египет, скажем, или даже такие, как Саудовская Аравия, с которой есть всё-таки какой-то процесс начала нормализации наших отношений, арабские эмираты, с которыми у нас есть мирный договор, и, может быть, европейские какие-то тоже военные присоединятся для того, чтобы это был серьёзный контингент, который будет, в принципе, обеспечивать безопасность в этом секторе. И тогда мы сможем спокойно жить. И сами палестинцы, те, кто не хотят жить под управлением террористов, смогут тоже нормально жить. Сектор газа – это из самых беднейших мест. Хамас получал огромные деньги. Если мы будем просто разбираться, как живут лидеры Хамаса и сколько у них сотен миллионов долларов на счетах в разных банках, в арабских странах, то тогда мы всё поймём, куда шли деньги и на что шли деньги. Поэтому тут, безусловно, это вопрос сложный. Тот вопрос, который мы подняли, очень сложный вопрос. Но мы должны понимать, что, ну нет, человечество не придумало другого выхода борьбы с террором, как его полное уничтожение его военной инфраструктуры. Что касается идеологии, это уже образование, это длительные образовательные программы для того, чтобы молодое поколение учить совершенно другим нормам. Я только приведу вам пример, что если вы зайдёте и посмотрите в архивах детские программы, которые показывали детям в газе, то какой-то был диалог. А что вы сделаете, когда вы вырастите? А, мы будем убивать евреев, мы будем убивать израильтян. Вот это учёба, которая была там, и это так воспитывались дети. Поэтому это очень сложный и длительный процесс. И вот спасибо за то, что вы это сказали, потому что для меня лично самого, я вот сколько знаю вероисповеданий, ни одна, ни Библия, ни Коран не призывает к убийству. Ничто не призывает к убийству. Это вы правильно сказали. Это уже с детства насаживается, прикрываясь исламом, насаживается уже такая вражда с самого детства. Даже очень много документальных фильмов были, когда брали интервью тех или иных детей и спрашивали, что ты тут делаешь, это же не твоя земля. На что ребёнок отвечает, грешников режу, так говорит ислам, так говорит Коран. А ты точно тот Коран читал, спрашивают его, понимаете? Поэтому да, тут спасибо вам за то, что вот идёт такое разделение террористов, ни в коем случае нельзя сравнивать ни с каким мирным населением. Ещё важный момент. Ведь мы же прекрасно знаем, что проблема не уберётся, если отрезать ветки. Желательно выкорчивать полностью дерево. Ведь Хамас же кто-то спонсирует, ведь Хамас же кто-то насыщает оружием. Известно ли, кто это делает и как же быть с ними, с теми, кто, давайте, доступным языком скажем, спонсор? Сто процентов, иначе бы они не могли действовать так, как они действуют, иначе бы у них не было оружия, у них не было бы денег на строительство этих подземных бункеров, специальных коридоров, помещений, кустарного производства оружия и так далее. Но я хотел бы ваше внимание обратить, вот если мы посмотрим на это всё, скажем так, сделаем зум-аут, да, стратегически посмотрим на эти проблемы, мир сейчас находится в правостоянии между осей зла. И обратите внимание, о чём я сейчас буду говорить. Это Россия, Иран, Хизбаллах, Хамас, исторические организации, исламский джигад, Северная Корея. Вот эта ось зла, она ведёт борьбу против свободного мира. Кто на скрие сейчас этой борьбы? Это Украина, где идёт борьба с Россией, с агрессией, со страшной кровавой агрессией и с тоталитарным режимом за свободу, за свою свободу независимости, за свободу Европы. И мы ведём, как демократическое государство, борьбу с исламским террором. И вот эта связка, она существует, потому что даже сам Путин это признал. Несколько дней тому назад он на одном из совещаний с силовиками своими, он сказал, что судьба мира решается на поле боя и решается будущее палестинского народа. Где? В Украине. То есть даже эта ось зла делает прямую связку между войной в Украине, между войной в Израиле. Израиля с Хамасом. И на это надо обратить внимание. Кто спонсирует, понятно, такие режимы, как Иран. Катар, кстати, тут тоже интересный момент. Катар настроен и антиизраильский, и он находится в близких отношениях с Хамасом. И это богатое, небольшое арабское государство, но которое передавало на протяжении многих лет десятки миллионов и даже больше сотни миллионов к Хамасу для того, чтобы он усиливал свою военную мощь. Эти деньги должны были, ну скажем так, я скажу в кавычках, по их пониманию, дойти до населения, но шло оно исключительно на Хамас, на вооружение и набивать карманы лидеров Хамаса. Поэтому в этой ситуации мы находимся реально в противостоянии со силами зла, и у нас нет выхода, мы должны их побеждать, иначе мы не сможем нормально жить. И это длительная борьба, и, к сожалению, мы несем и платим за эту дорогую цену. И мы в Израиле платим за эту дорогую цену, и Украина за это платит дорогую цену, за то, что она воюет тоже, за демократию, за свободу. Конечно же, смежно и весь мир платит цену, пока что, неся экономические потери, потому что любая дестабилизация, как на Ближнем Востоке, как в Украине, одна из самых больших стран Европы, скажем так, это все несет, конечно же, экономические потери в том числе. А для того, чтобы локализировать эти все желания и оси зла в противостоянии, как вы обозначили, Западу, дергать, скажем так, эти марионеточные, получаются, террористические организации в свою угоду, в свою пользу. Так вот, чтобы это все остановить, каким должен быть, скажем так, послевоенный период Израиля и Палестины, это существование, скажем так, рядом. Вот Израиль не собирается оккупировать сектор газа после ликвидации террористов Хамас, однако Цахал будет контролировать безопасность в регионе, об этом заявил старший советник премьер-министра Венимина Нетаньяху Марк Регев, и по его словам, такой контроль поможет избежать возрождения терроризма в регионе и предотвратить повторение нападения. Как это должно выглядеть, поскольку вот буквально недавно Блумберг со ссылкой на свои источники также сообщал о том, что сейчас США и Израиль рассматривают варианты для будущего сектора газа после изгнания оттуда боевиков. Ну и отмечается, что это три таких варианта. Силы могут входить войска США, Великобритании, Германии, Франции, а также арабских стран. То есть некоторым арабским странам тоже неинтересна эта дестабилизация, потому что они экономически несут потери, таких как Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты. И также второй вариант, который рассматривает США и Израиль, это предусматривает создание миротворческих сил по образцу тех, которые действуют на Синайском полуострове и вокруг него следят за соблюдением условий мирного договора между Египтами и Израилем. И третий вариант будет предусматривать передачу сектора газа под временный надзор ООН. Это бы гарантировало легитимность от ООН. И, наверное, возможно, как такой средний вариант, как вы считаете? Либо же все-таки присутствие Цахала это вариант? Я думаю, так. Давайте пойдем по пути иллюминации. То есть отвергнем то, что выглядит наименее благоприятным для нас и для палестинцев. Я еще раз подчеркиваю, что картина, которая у нас сегодня существует, картина, которая существует в Украине, я все время провожу эти аналогии, потому что это очень похожая ситуация. Дай Бог, Украина победит и выйдет к границе в 1991 году. Россия же никуда не денется, она же не исчезнет. Правильно? Точно так же и мы. Ну, мы добьем этот Хамас, добьем этих террористов, уничтожим их. Но 2 миллиона, 2,3 миллиона палестинцев, которые живут в секторе газа, они же тоже никуда не денутся, они же не испарятся. Поэтому по-любому надо находить способ, как сосуществовать. Лучший холодный мир, чем горячая война. Что для нас неприемлемо? Для нас неприемлемо ООН. ООН — это организация, которая ни на что не способна, которая, на мой взгляд, себя дискредитировала. И после войны в Украине, после войны у нас, по всей вероятности, западному миру надо будет реформировать эту организацию, потому что она не дееспособна. Она по сегодняшний день не смогла навести порядок нигде. генеральный секретарь ООН, у нас тоже есть к нему большие претензии, потому что он ни слова не говорит о том, как правильно найти решение этим проблем, и в принципе он не влияет на ситуацию. Второй вариант, когда речь идёт о международных силах, которые действуют, например, как в Синае, они действуют с конца 70-х, начало 80-х годов, и действуют по сегодняшний день, и действуют очень успешно. И между нами и египтянами граница, в принципе, она абсолютно нормальная, кроме некоторых стычек. Опять же, которые носят террористический характер, с которыми борется и Египет, и с которыми мы боремся. И другой вариант, это межнациональные силы, в которые войдут и американцы и представители арабских стран и так далее. Я скорее, моя личная точка зрения, я считаю, что должен быть межнациональный контингент американцев, солдат из арабских стран, из европейских стран, причем контингент большой, это должен быть контингент не менее 20-30 тысяч солдат, которые должны будут держать сектор газа в зоне комфорта и безопасности. И вариант, где армия обороны Израиля должна быть делать сам, это, на мой взгляд, менее удачный вариант, несмотря на то, что мы всегда исходим из того, что мы должны сами беспокоиться о своей безопасности, о защите. Я просто думаю, что это должны выполнять в самом секторе газа вот эти силы. Понятно, надо полностью создать демилитаризованную зону, а все равно периметр этой границы будет охраняться ЦАГОЛом, армия Израиля. Поэтому в этой ситуации так или иначе мы будем держать безопасность в наших руках. услышали. Спасибо вам большое, Аркадий, за то, что нашли время присоединиться к Фридому и разъяснить и объяснить, как дальше видите пост военный. Период жизни между Израилем и Палестиной. Аркадий Милман, дипломат, экс-посол Израиля в России, был с нами на связи. Аркадий Милман. Аркадий Милман. Аркадий Милман